Люберецкая молодёжь встретилась с актрисой театра и кино, общественным деятелем Викторией Тарасовой. В округе это первая встреча в рамках федерального проекта «Диалог на равных». Тему продолжит Богдан Колесников. В беседе с Викторией Тарасовой каждый участник мог задать свой вопрос. На встречу пришли люберецкие студенты. И первый вопрос о выборе профессии. Я родилась в творческой семье, и действительно у меня не было выбора, просто как пойти в творческую профессию. У меня мама режиссёр, а отец балетмейстер был. И на самом деле я росла очень скромным ребёнком, и то, что я стала актрисой, наверное, для моей мамы это было какое-то открытие. Потому что она думала, что я пойду всё-таки по танцевальной линии. После школы Виктория поступила в театральный институт. У неё сложилась карьера в театре, а после выхода на экраны телесериала «Глухарь» её стали узнавать на улице. Актёрскую профессию Виктория Тарасова совмещает с благотворительной и общественной деятельностью. Ездит в горячие точки, поддерживает российских военнослужащих. Когда первый раз, я помню, попала в зону боевых действий, мне показалось, ну это было какое-то неосознанное, наверное, поступок меня позвали в Сирию, я сказала, поехали. Но я не поняла, куда я еду, на войну, не на войну. Но когда ночью пошла бомбёжка, мне, конечно, уже было неприкольно. Я уже молилась, крестилась, вспомнила всё, что я знала и что не знала. В феврале актриса десятый раз побывала в Донбассе, встречалась с ранеными, передала гуманитарную помощь бойцам СВО и посетила детский центр. Ну я стараюсь как-то рассказывать об искусстве, отвлекать их всё-таки от повседневной такой вот тяжёлой жизни. И поэтому мы шутим, веселимся. И дети так очень радуются, когда я приезжаю. Все настроены так очень мощно, и дети, и наши солдаты, и люди очень позитивные все. Я на самом деле не увидела там среди местных жителей какого-то страха, ужаса. Они верят в будущее, в лучшее будущее, и поэтому, что у них скоро будет всё хорошо, им просто надо чуть-чуть потерпеть. Люберецкую молодёжь актриса призвала никогда и ни за что не сдаваться, как бы трудно не было в жизни. Я считаю, что это сильный человек. Она добилась своего, она добилась того, чего хотела. У неё было очень много целей, которые она себе ставила, и она шла вперёд, несмотря ни на какие преграды. Такие встречи в рамках проекта «Люберцы. Силы притяжения» в округе будут проводить регулярно. В них примут участие деятели культуры, спортсмены, учёные и политики.